Здесь нету ничего. Вот, я ставлю препятствие, он срабатывает. Приветствую всех на моем канале. Перед нами радиоконструктор, датчик препятствий, инфракрасный датчик препятствий. Инфракрасные лучи широко применяются в технике, военной технике и так далее, например, для обнаружения цели и наведения на цель какой-то ракеты и так далее. Используется это для обнаружения различных препятствий. Инфракрасный датчик основан на том, что вот этот диод излучает, передает инфракрасное излучение. А этот диод принимает. Соответственно, если встречается препятствие, то оно отражает инфракрасные лучи, и мы попадают данные на наш операционный усилитель. Усилитель передает данные в микроконтроллер LM567. Тут видите, как он по принципу таймера построен, поэтому в какое-то определенное время конденсатор SH на 100 тысяч пикофарад, он заряжается. Зарядка зависит от скорости потенциометра. Здесь яркость зависит от этого потенциометра, а зарядка, быстрота. Значит, чем более яркие, тем дальше дальние препятствия мы можем обнаружить. А здесь мы задаем время. То есть получается вот этот таймер работает. И затем на выход подается вот Out, и здесь у нас светодиод загорается в том случае, если на выходе есть сигнал. То есть доходит препятствие, препятствие отражается в луче, попадает на приемник, и приемник передает данные через операционный усилитель. И, соответственно, уже на выходе у нас загорается вот светодиод. Вот здесь есть интерфейс. Этот интерфейс, он служит для того, чтобы эту плату не просто так для любопытства мы изготовили, а использовать других конструкций. Радуина, например. В принципе, я могу, думаю, использовать это для направления робота. Чтобы робот двигался по комнате и с помощью инфракрасных датчиков определял какие-то препятствия. Будет время, значит, построим такой робота и будем использовать именно вот эту схему. Необходимо ее сначала собрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все, конструкция собрана. Я его сразу подключил к блоку питания лабораторному. Тут вот, если посмотреть на схему, тут граунд, это минус, значит, общий поле. И вот это плюс. Напряжение должно быть от 9 Вольт до 12 Вольт. Вот такое приблизительно напряжение. Я подаю напряжение, посмотрим, что будет. Так, зеленая лампочка, блок питания горит. Вот тут у меня на расстоянии выставленное. Так, тут он сразу сигналит, что есть что-то предмет. Но это вот тут не видно вам, но там коробки у меня стоят. Так, здесь у нас потенциометр регулирует как раз расстояние. Вот это потенциометр, расстояние частин. Я вот уменьшаю это расстояние. И теперь оно должно... Так, вот здесь нет коробок. Так, вот идет, идет, идет. Вот в коробке он реагирует. Так, дальше. Теперь на... Вот. Так. Значит расстояние, да? Давайте вот здесь эксперимент дарим. Здесь нет ничего. Вот я ставлю препятствие, он срабатывает. То есть вот это расстояние, оно регулируется вот этим потенциометром. Расстояние до цели. Этот потенциометр регулирует время. То есть если мы вот так делаем, то он... Время увеличивается, да? Вот смотрите, сколько времени уже тянет, да? Вот. Его уменьшить время можно в обратном направлении откручивать. В принципе это таймер. Время реагирует. Вот так мы можем применить... Кстати, в комплекте еще дается вот такая трубочка. Это для точности применения. Если мы наденем его на приемник, то... Точность увеличивается. То есть... Вот. То есть вот здесь он уже не реагирует, да? А вот точно по цели, по направлению реагирует. На свет, вот посмотрите, на свет тоже не реагирует он. Только на... Вот... Такой датчик. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok